Вступительная кампания в Академию искусств и культуры только началась, и здесь уже есть небольшая очередь абитуриентов. Валерия Медведева поступает на факультет искусств, собирается стать дипломированным хореографом. Я поступаю на этот факультет, потому что там преподают самые потрясающие преподаватели, которые заслуженные артисты Российской Федерации, деятели искусств. У них действительно есть чему поучиться. Я хочу стать мастером своего дела, и именно в этот вуз я хочу подать свои документы, чтобы мне они в этом помогли. Бюджетных мест в Академии искусств и культуры почти в пять раз меньше, чем, к примеру, в классическом университете. Всего 256. Но здесь и курсы небольшие. Например, художников обычно бывает около семи человек на курсе. Самый высокий конкурс на актерское мастерство и менеджмент социально-культурной деятельности, прикладная культурология, документоведение. Здесь конкурс доходит до семи-восьми человек на место по информации приемной комиссии. Минимальные баллы наши соответствуют баллам, установленным Рособранадзором. Но надо сказать, что так как мы являемся высшим учебным заведением, учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации, нашим учредителям нам направлены для ориентира и для пользования несколько измененные минимальные баллы. Причем они дифференцированы по разным направлениям подготовки и специальностям. И в некоторых специальностях они чуть выше, чем установленные Рособранадзором. По некоторым специальностям баллы на два, на три выше установленных. Средний проходной балл на бюджетные места, по данным Краевого Министерства образования и науки, в прошлом году в Академии искусства и культуры составил 67,92. В этом году здесь впервые набирают на специальность артист театра кукол. Курс будет вести художественный руководитель театра кукол. В этом году будет набор на профиле музыкальная педагогика и менеджмент музыкального искусства. Получены бюджетные места на направление подготовки музыкальной искусства эстрады. И мы будем набирать на два профиля этого направления подготовки. Инструменты эстрадного оркестра и эстрадно-джазовое пение. По многим направлениям подготовки нужны для поступления не только ЕГЭ, но и творческие и профессиональные испытания. Некоторые из них проходят в несколько туров. С 11 июля начнутся консультации, с 13 июля – вступительные испытания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова